Однако в этом году ожидание затянулось. Фактические сроки его начала в Ленском районе совпали с прогнозами гидрометеорологов. 4 мая река сделала первые подвижки в Витиме. В районе ледоход уже ждала межведомственная оперативная группа спасателей, которая осуществляла круглосуточный мониторинг, отчитывалась Федеральному и Сибирскому центру МЧС о прохождении паводка на территории Якутии. Прогнозы для Ленска были позитивными с самого начала. По данным якутского ГМС, а также по данным специалистов, по многолетним наблюдениям, ледоход в пределах Ленского района наблюдается в пределах среднемноголетних значений. Существует угроза потопления. Это северо-восток Республики Якутия, это Колымская группа районов, Яно-Индигирская группа районов, где значительные снегозапасы были в этом году более 200%. По многолетним данным, с момента вхождения ледохода на территорию района и до его подхода к городу должно пройти в среднем трое суток. Но прошло куда больше времени. В ожидании ледохода ленчане заскучали. Кто-то призывал толкать Лену красочными растяжками. Это развлечение оказалось вполне безобидным по сравнению с другими. Вечером 11 мая на реке был замечен прогуливающийся по льду человек. Он находился в опасной близости к полынье и в любую секунду мог провалиться под расстрескавшийся лед. На ЧП сразу отреагировали все оперативные службы. При первом осмотре вернувшегося на берег героя был сделан вывод, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Хорошо, что обошлось без каких-либо тяжелых последствий, но тем не менее человек подвергал свою жизнь смертельной опасности. Наконец-то к 15 мая ледоход добрался до Ленском. Спустя 10 суток после вхождения его на территорию Якутии. Река стояла, набирала объем воды. Первые подвижки произошли у нас в разводе при уровнях воды 2,60, 2 метра 60 сантиметров. Хотя никаких ЧП природного характера не ждали, в районе до выхода ледохода за его границу сохранялся режим повышенной готовности. Все службы были готовы среагировать в любой момент, начать спасать материальные ценности и эвакуировать людей. Но делать этого не пришлось. Уже в понедельник утром все наблюдали красивый ледоход. Оперативная группа сразу вылетела в Олегминский район для его сопровождения.